На учебу, как на праздник. В колледже каждый год начинается торжественно, а нести флаг доверяют третикурсникам. Игорь Ариштович разбирается с транспортным радиоэлектронным оборудованием. Чтобы поступить на эту специальность, обошел 10 человек, которые претендовали на место. Мой дедушка всегда мечтал попасть в авиацию, и поэтому его мечта передалась мне, и я сразу решил после школы идти сюда учиться. Романтичная с виду профессия не дает шанса на ошибку. Уже ветеран Петр Воронов – профессионал в радионавигации, к которой глаза и уши воздушного судна. В Омское училище поступил в 1965 году вслед за одноклассниками и так и остался работать. Специальность престижная, востребованная. В то время конкурс был на эту специальность больше, чем на летное отделение, а сейчас наоборот. В колледже сейчас готовят летный состав, инженерно-технический персонал. Ежегодно набирают 285 человек. Пилоты вертолетов на базе в Калачинске учатся летать на Ми-8 и легких иностранных еврокоптерах и вертолетах Белл. Последние поступили недавно, когда колледжем еще руководил Анатолий Якуш. Сейчас отличник аэрофлота. Он стал мечтать о небе в детстве. Это особо учебное заведение, где подготовка осуществляется пилотов и технического персонала. Это особо потому, что эти специальности, они очень серьезные специальности для гражданской авиации. Это связано с обслуживанием, с выполнением полетов, с обеспечением безопасности полетов. Потому что в авиации, уважаемые коллеги и друзья, мелочей не бывает. Выпускники Омского колледжа становятся представителями российских авиакомпаний, ну а те работают на воздушных сообщениях по всему миру. Поэтому в течение учебного года в колледже больше важны не оценки, а количество небесных часов. Если с теоретической подготовкой, тренажерной подготовкой у нас нет проблем, а вот с отлетом проблемы есть. Ну по ряду объективных причин. Но все выпускники у нас выполняют эти нормы, и мы ни одного не выпускаем, не подготовлено. Поэтому у нас на сегодняшний день имеются задержки с выпуском. То есть для того, чтобы они полностью отлетали программу, мы вынуждены увеличивать срок обучения. Причины какие? Я сказал финансирование. Ну в основном это поддержание летной годности воздушных судов. Тем не менее достойных вертолетчиков в колледже продолжают готовить из года в год. Светлана Урванцева, Максим Баринов, Антенна 7.